напрасно тут вы ожидаете что я что-нибудь такое пафосное расскажу на самом деле совершенно не пафосное я даже специально для того чтобы рассказать это не пафосное запущу виртуалочку потому что на моем рабочем десктопе немножко с этим всем механикой про которые я собираюсь поведать немножко все как-то правильно сказать поднастроена слегка вот значит разговор нас сегодня вот о чем пойдет чего делать если в системе если мы хотим выполнить какое-то действие которое обычному пользователю не доступна вот мы с вами знаем несколько методов давайте их просто посмотрим еще раз проглядим потому что ну повторение мать учения вот это все вот и посмотрим значит какой какие недостатки есть у этих методов вот тех которые мы знаем самый главный метод позволить пользователю запустить что-то с другими правами то есть выполнить какую-то операцию которую вам в общем случае для обычного пользователя неразрешимо вот и это написать ситуидный в раппер извините за два макронических слова то есть программу которая бы использовала технологию сетуид напоминаю что это такое сейчас мы найдем чего-нибудь сетуидное только не так вот так оно должно быть красненькое какой-то хдд тем по моему он должен быть да ну-ка давайте посмотрим минус пиль а кстати давайте вот так сделаем кто-то мне говорил что что ситуидные программы лежат где-то еще нет не здесь вот амалут например или су прекрасно вот амалут например значит там чё там бин амалут из одной мант я думаю да вот смотрите значит довольно типичная ситуация традиционная unix like что называется ситуация когда нам надо разрешить пользователю выполнять какие-то операции которые требуют прав дост прав каких-то прав больше чем права у пользователя это ситуид вот в частности вот у нас есть утилита mount утилита у mount то есть монтирование и размонтирование дисков которая которая просто нисходя с места запускается с правами суперпользователя видите сетуид это означает что данный бинарник будет запущен не с правами того пользователя который его запустил а с правами того пользователя к которому принадлежит бинарник то есть с правами рута но при попытке значит этим делом воспользоваться у нас сама программа вынуждена ну будучи запущенная уже из-под рута да она должна сама следить за безопасностью и проверять как по каким-то непонятным признакам а вот пользователь который я запустил он имеет право вообще это делать то есть монтировать например диски он имеет право или нет а если имеет то какие то есть мы не выполнение какого-то действия разрешаем пользователю вот таким способом да а запуск какой-то утилиты который будет уже сама проверять можно ли пользователю выполнять те или иные действия которые соответственно она умеет делать монтировать или размонтировать вот это довольно мощный и очень-очень тупой механизм который во первых не ломается и этого главное достоинство абсолютно такой вот пуль непробиваемый если мы почитали исходники программы которая соответствует бинарнику bin mount сделали аудит выяснили что никакой эксплуатации никаких недокументированных возможностей у этого бинарника нету соответственно у этого исходника и соответственно у бинарника и мы всегда можем четко определить правила по которому пользователю разрешат или запретят пользоваться соответствующей функциональностью утилиты mount мы можем смело эту утилиту значит делать ее ситуидной потому что она ну потому что мы ее проверим примерно так же выглядит утилита если не ошибаюсь су вот правда у нее есть один такой маленький огород обратите внимание что утилиту mount можно запускать кому угодно кстати сказать это управляемо мы об этом поговорим сегодня а вот утилиту су можно запускать только членом группы вилл смотрите какие у нее права rvs означает что rvx плюс сетуид то есть тот человек которому удастся запустить утилиту су запустит ее с правами суперпользователя вот минус 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 x означает что запускать также можно членом группы которым принадлежит файл тоже членом группы вилл а вот всем остальным эту утилиту запускать нельзя соответственно если этот кстати тоже управляемо если я скажу су минус из командной строки мне разрешат войти в суперпользователя ну, это я ошибся вот исключительно потому, что я принадлежу пользователю юзер, принадлежит этой самой группе will, сейчас покажу где вот если мы создадим пользователя, который этой группе принадлежать не будет, то соответственно, вот такой огород на такую защиту от запуска утилиты SU пользователем, который не является группой will, мы можем вполне себе предусмотреть если продолжать это рассуждение дальше, на самом деле таких утилит довольно много вот пинг раньше был таким, сейчас, кстати, что-то с ним сделали интересно, что с ним сделали давайте посмотрим он стал сетгидным значит шаг номер два ну, или номер один, да, это был шаг номер ноль сделаем сетуидный заставим утилиту проверять имеет ли право то есть проверять контекст запуска по любым признакам, которые она считает нужными и, значит, напишем эту логику на том языке, на котором написано утилита шаг номер один шаг номер один избавиться от сетуидных программ в пользу сетгидных в чем идея? идея состоит в том чтобы таким образом раздать права доступа на файлы и устройства и процессы ну, короче традиционные права доступа раздать таким образом чтобы к некоторому некоторой группе ресурсов имел доступ сразу целая группа причем как правило пользователь не может быть членом вот этой специальной системной группы просто не может быть членом этой группы вот а группа эта нужна ровно для того чтобы утилита запущенная с правами нашего пользователя но сетгидом то есть с изменением группового идентификатора группы внезапно обрела доступ к этому ресурсу со всей очевидностью работа с сетью разрешена всем членам группы API Utils интересно сколько их там а, никто никто не член группы API Utils я почти уверен в этом никто не член группы API Utils но есть сетгидные файлы типа PING которые при запуске процессу процесс получает права этой группы и становится членом этой группы и внезапно ему этому процессу становится возможно делать то что можно делать членом этой группы то есть ему открываются ресурсы которые продержат этой группы значит чем это лучше сетуида ну очевидно сетуид это root это все возможные права сетгид это вообще просто смена групповой идентификатора больше ничего никаких дополнительных прав за исключением прав доступа к тем ресурсам которые принадлежат данной группе сетгидный процесс не получает с этим эффектом связаны например рассказанные мной еще на онлайн лекциях в прошлой жизни технологии которая называется сетгид директори траверсал поскольку она условно непростая я ее просто повторю коротко чтобы было понятно на какие ухищрения приходится пускаться если мы хотим что-то чуть более сложное чем просто разрешить или не разрешить запуск соответствующей утилиты соответствующему пользователю значит в чем идея идея в том что есть файл ETC посвд который так называется потому что когда-то в незапамятной древности там хранились пароль потом выяснилось что хранить пароль конечно в открытом виде не надо надо хранить невосстановимые хэши от них и в посвд стали записывать вот сюда хэш вместо пароля потом выяснилось что это тоже плохая идея потому что если у пользователя пароль плохой то любой человек который получил доступ к этому хэшу пароля может его тупо подобрать просто вот взять попробовать все возможные слова из словаря попробовать все возможные короткие пароли в общем подобрать тогда решили что поскольку сведения лежащие в файле ETC по СВД они нужны всем и они как бы он доступен для чтения всем а вот пароли или хэши от этих паролей не нужны никому кроме суперпользователя решили этот файл разбить на два и все то что не должно быть видно всем убрать в тень то есть положить файл ETC Shadow и вот в большинстве дистрибутивных вот в том месте где у нас тут нарисованы звездочки у пользователя значит файлы ETC Shadow соответствуют файлу ETC по СВД и у пользователя вот в этом месте лежат те самые хэши и пароли при этом поскольку файл ETC Shadow доступен только на чтении и только руту ну на самом деле понятно что руту он доступен именно на запись тоже потому что плевать хотел на все эти ваши права доступа такие вот то в общем это относительно безопасно проблема состоит в том что если у вас есть какой-то сервис или какой-то утилита или вообще что-то запускаемое под рутом и ее можно заставить ну например положить в файл кусок памяти ну в силу там какого-то эксплоита то есть какого-то взлома то вы внезапно можете положить в файл весь файл ETC Shadow прочитать его волшебным образом достать оттуда хэш пароля взять ломалку пароля и получить пароль в общем если задуматься не нужно хранить все пароли в одном и том же файле никогда не бывает нужно никогда не бывает нужно чтобы все пароли лежали в одном и том же файле можно разложить их для каждого пользователя в отдельный файл и устроить систему хитрых сдержек и противовесов которые позволят в идеале а каждому пользователю иметь доступ только до своего файла с паролем B вообще не пользоваться привилегиями суперпользователя если мы хотим иметь доступ до файла с паролем выглядит это так схема называется trusted computer base TCB используется как минимум в двух дистрибутивах это Openwall Linux и во всех дистрибутивах семейства Alt Linux вот значит ну и в частности вот в этом самом и поэтому у нас файл shadow пустой там нет ни одного пользователя а все наши пользователи лежат вот здесь вот они в частности пользователь user о котором шла речь он лежит он значит файлы shadow для него лежит в etc.tcb user ну и там он выглядит уже по-человечески как настоящий настоящий shadow вот смотрите вот это имя пользователя вот это соль от пароля конечно это не пароль пароль гораздо проще вот в соль если не ошибаюсь указывается сначала алгоритм шифрования потом количество количество повторений операции шифрования подряд чтобы значит прямой взлом был очень-очень ресурсоемким вот дальше собственно соль а дальше ключ где-то вот тут он начинается я не помню сколько символов соль сколько символов ключ не об этом сегодня разговор хотя конечно интересная тема но я к ней не готов давайте следующий раз устроим тему по написанию системных программ с шифрованием хорошая идея кстати заодно поговорим про SSL вот про эту всю ерунду шикарно но не сегодня извините да значит сегодня же мы говорим о том как предоставляется доступ к этому файлу а доступ к этому файлу представляется довольно забавно смотрите ld хотел сказать обратите внимание что каталог etc etc доступен естественно руту а вот всем остальным пользователям он не доступен вообще а членам группы shadow он доступен исключительно на x что такое доступ на x-каталог это значит что мы можем получить доступ к файлу или другому или каталогу любому файловому объекту имя которого мы знаем но не можем получить список этих файлов то есть мы не можем даже список пользователей получить из каталога сеть себе только доступ к файлу которым мы и без того знаем окей давайте посмотрим какие права у каталога юзер у каталога юзер права опять такие что у него для пользователя юзер все что угодно то есть к этому файлу мы можем получить доступ вот а для группы alf на всякий случай тоже есть доступ на x то есть если мы знаем как называется файл а мы знаем как называется файл там лежит только shadow shadow log вот то мы можем получить что-то а буква s в случае каталога означает что если файл заводится там давайте посмотрим то он будет группы alf это setgid на файл да значит когда файл создается он становится он начинает принадлежать группе alf по определению потому что у нас сэгид вот такая схема эта схема внезапно означает что я не имею права и вообще никто никакой процесс в системе кроме процесса принадлежащего руту вроде бы не имеет права доступа к этим каталогам почему из-за того что наш каталог юзер к которому доступ мы конечно имеем вот он юзер заперт предыдущим каталогом TCB доступ к которому имеют либо рут либо члены группы shadow группа shadow это такая специальная группа в которой никто не бывает в которой никто не член давайте посмотрим никто но но мы с вами уже помним из предыдущего моего разговора что могут быть сэгидные программы которые получают права группы shadow файл соответственно как должна быть устроена программа если она не рутовая как ыми правами должен обладать процесс кредичными если он не рутовый и при этом он хочет получить доступ вот к этому файлу он должен принадлежать пользователю юзер потому что никакой другой пользователь не войдет в этот каталог И группе shadow, потому что никакой другой пользователь не войдет в этот каталог Кроме рута Значит, мы делаем вывод какой Программа, которая работает с вот этим файлом Должна быть setgit и принадлежать группе shadow Давайте посмотрим Я вангую, что это будет программ по свд, с помощью которого можно поменять себе пароль Та-дам То есть, когда мы запускаем вот эту программу по свд От пользователя User ID этой программы сохраняется Группа ID превращается в shadow И вот с такими-то правами она сможет пройти сначала вот этот каталог А потом вот этот каталог Потому что этот каталог принадлежит shadow группе А этот каталог принадлежит пользователю юзеру И только после этого она сможет достучаться до файла shadow Который принадлежит этому самому пользователю юзеру Так что все хорошо Походу он еще отдан в группу alph То есть, какие-то утилиты с правами alph могут туда тоже лазить Но это уже другой разговор Во! Такая вот загогулина То есть, почему это называется директор-ретроверсал? Потому что мы в нормальном состоянии попасть в этот каталог не можем В наш каталог юзер Потому что он запят каталогом TCB И пока мы не запустим сетгидный процесс Который сможет пойти через каталог TCB Воспользоваться вот этим битом Мы не попадем сюда Вот такие дела Значит, это очень остроумное решение Которое, вообще говоря, нас не сильно приближает к задаче Поставленной в титуле лекции А именно, как разрешить конкретному пользователю выполнять конкретные действия Следующий этап марлезонского балета Я сейчас опускаю всякие флаги, акцесс-контроль листы и все остальное То, что у нас было на соответствующей лекции по правам Потому что, повторяю, наша задача Ну, оперативное решение этой задачи То есть, не планирование системы, в которой что-то будет А оперативное решение А, да, прежде чем мы туда перейдем Маленькая альт-специфика То есть, специфика для сентябутивов сообщества Альт-Линукс Которая заключается в том, что Допустим Сейчас я скажу Посмотрим, что у нас есть Контрол Контрол, я сказал Контрол Во Значит, контрол Это такой shell script Написанный гениальным программистом на шеле Не побоюсь этого слова Потому что читать его невозможно Попробуйте Вот Который делает следующее Если у вас есть, ну, скажем, утилита mount И эта утилита mount в рамках вашей системы Может существовать в четырех ипостасях Первый ипостася Паблик Кто угодно может запускать mount Вторая ипостася Will Только члены группы Will могут запускать mount Третья ипостася Все Могут запускать mount Но только Для того, чтобы Посмотреть, что там кто смонтирован А для переведенных операций не могут Четвертая ипостася Ограниченная Только root может запускать mount Мы можем догадаться Что некоторые из этих Ипостасяхи mount Это просто манипуляция правами Напоминаю В данный момент Кто угодно может запускать mount Поэтому у нас Control mount public А вот он привилежит Какая-то более сложная Вот Так вот Control позволяет просто переключать Ну давайте скажем Control mount Допустим Will only И мы просто увидим Что Bit x для пользователя Для любого пользователя У mount пропал Теперь mount принадлежит Группе will Ну и соответственно Bit x для will Control mount Как там Как там Unprivileged Все просто Что такое Unprivileged Мы просто сняли Suite вообще с mount Теперь Вот кто запустит Mount С теми правами Он и запустится Вот То есть Сейчас я могу mount сказать И он запустится Да А если я захочу что-то смонтировать То естественно Мне скажут нет Потому что это Ну вот Control mount Как там было Public Чмок Такие дела Вот Кто интересуется Можете посмотреть Как устроен Facility Ну даже Я его покажу Но Нет Давайте я покажу Это c Control.d Facilities Ну скажем Mount Ну вот Это такой Такой скрипт На Shell Как я уже говорил Вот Где описываются Разные facility Public Will only Unprivileged Да И описывается Там Help На специальном На самом деле Это Shell Хотя это выглядит Как некий Специальный язык Язык программирования Это просто такие Функции Относительно Не сложно Но надо В это долго Вкуривать Я в свое время Писал такие штуки Вот Автор 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 Жет Окей Все Дальше Значит Если опустить Разговор Про Флаги Access Control Листы И все остальное Следующий этап Морролизовского балета Это написание Специальной Утилиты Который На специальном Языке Мы будем Объяснять Что пользователю Можно запускать А что нельзя Пользователи Допустим Операционной Системы Ubuntu Они Как бы Без этой утилиты Вообще Не мыслят Себе Командной Строки То есть Вот Идешь На форум Ubuntu И видишь Что Любой Рецепт Как что-нибудь Сделать Системой Начинается Именно С этих Четырех Бук Да Это Утилита Суду Утилита Суду До Суду Ну Конфигура Чтобы Редактировать Редактировать Файл Суду Есть специальная Программа Висуду Вот Которая Как вы понимаете Запускает Запускает вовсе Не V А Системную Перемен Системную Операцию Едит Я думаю Даже можно MC Едит Запустить MC Едит Мц Едит О Страх Это я тут Перекрасил Синий цвет В такой Чтобы Вот эта Подсказочка Была более Синяя Но Результатом Стало Что MC Едит Выглядит Как Как Ужас Летящий На крыльях Ночи Ладно Значит Вим Вот Этот файл Более-менее Самодокументирован Ну конечно же По нему Есть документация Давайте Почитаем Даже не по нему А Суду Этот файл Называется Суду По нему Есть документация Достаточно Развесистая Ну вы Меня поняли Интересно Когда он Конец Сейчас В процентах Не может Показываться Не Не может А вот Лайн Ну короче Вы меня Поняли Почти 3000 строк Документации К нему Значит Ну в действительности Он достаточно Просто выглядит Значит Давайте Какой-нибудь Какой-нибудь Файл Какой-нибудь Что-нибудь Ну вот Например Ну вот Например Значит У нас Сейчас Все Пользователи Из категории Will Users Имеют право Запускать Все программы Но У них Сначала Спросят Их пароль Will Users Кто такие Will Users Это Все члены Группы Will Давайте Мы Что-ли Попробуем Разрешить Запускать Какую-нибудь Программу Которую Ну да Значит Как это Выглядит Если Так Только Давайте Отсюда Выйдем Ну вот Допустим Я хочу Запустить Программу Под рутом Суду Ну Visуду Она говорит Смотрите Ну Разводит Философию Разную Которая Заключается В том Что вы Имейте право Это делать Только сначала Вы должны Ввести Свой собственный Пароль Вот Пожалуйста Он запустился То есть Сейчас Я Получаю Право Пользователя Суперпользователя И редактирую Эту штуку Вот Это произошло Исключительно Потому Что У меня Раскомментирована Вот эта строчка Вот Тут правда Видите Комментарии Не отличаются По цвету От обычной строки Но Вот Видно То есть Любой Член Группы Вилл Имеет право Запускать Любую Программу На любой Машине Но Да Писпароль Давайте Мы Ну что У нас Есть Гопортет Давайте Мы Попробуем Разрешить Допустим Пользователю User User O Равняется O No Pass VD Гопортет User Bin Гопортет О Ошибка Говорит Давайте Посмотрим Чё тебе Не нравится Ну давайте О Давайте Манты Считаем Там же Наверняка Будет Какой-нибудь Примерчик А Да нет Слушайте Не ожидал Что в этом месте Меня встретят Я так давно Не пользовался Этой штукой Что не ожидал Что здесь У меня встретится Какая-то проблема Сейчас узнаем Я не понимаю Так Давайте Тогда Для начала Вот так Сделаем E Что я сделал Неправильно Ну Абсудим Господи Прости Меня Грешного Шаловливые Ручонки Что Ещё Где-то Ошибка Ну И Ол Надо написать Конечно Фу Вот Вот Нет у нас Нашего Постоянного Слушателя Который Подмечает Мои ошибки И мы Не видим Да Так Хорошо Значит По моей мысли Теперь Гаппортет Должен Запускаться Безо всяких Безо всяких Этих самых Ты дыч И он запустился От рута Вот Такие дела Значит Суду Почему Кстати сказать Это довольно Интересный Вопрос Почему Гаппортет Графическое Приложение Запустилось И вывело Окно Нам На Графический Экран Принадлежащий Пользователю Юзер Это не так Просто То есть Если Допустим Мы сказали Су-минус То Тут тоже Работает Ну В общем Это не всегда Работает Так вот Это произошло Вот по какой Причине Что Сейчас я Найду Где тут Вот Это произошло Вот по какой Причине Если Пользователь Принадлежит Штуке под названием XGRP users А XGRP users Это все члены группы XGRP То При запуске Приложения с чужими Правами Вот эти две переменные Окружения Сохраняются Это кстати Тоже интересный вопрос Сейчас мы его тоже Потыкаем пальчиком Недолго И Значит Слезем с него То есть На самом деле Никакой пользователь Даже Суперпользователь Не сможет Запустить Программу Которая Подключится К вашему Графическому окружению Если у него Нет доступа К такой штуке Которая называется X-Autority Вот Значит Чего Значит Если Вот И вот То есть Есть специальный файл Как вы видели Это файл Вот такой Который называется X-Autority И который Описывает Права Скажем В нем лежит Ключик Вот этот вот Ключик Так называемая Волшебная Печенька Массучетского Технологического Института В нем лежит Эта печенька И Для того Чтобы Программа Запущенная В среде В графическом Окружении X-Window X-Org Вообще Могла Получить доступ К Этому Графическому Окружению Она должна Ему показать Печеньку Вот она Показывает Печеньку Как пропуск И тогда Запускается Мы сейчас Даже из-под Рута Видите Мы лишили Его возможности Эту печеньку Предъявить Потому что Мы убрали Убрали Переменные окружения X-Autority Обнулили Вот А вот Например У обычного Пользователя Да Она все еще Есть Вот И если Ее Вот Обратите внимание Я думаю Что это та же самая Печенька Соответственно Понятное дело Что с точки зрения Рута Все в общем Просто Если мы сейчас Скажем Например Саксорити Равняется South Вот И мы скажем Так Здесь скажем X-Autority По-моему Extract Нет South Шмяк Вот этот файл Можно засосать Теперь отсюда Пока у нас Ничего не работает Excel Мерш Что там У нас было User Log Ага Надо создать Патч Да ладно Ага Ща А если так Во Вот Вот мы Это Значит Из файла UserLog В котором Мы ее задампили Одним пользователем Мы ее помержили И внезапно Опять все работает Такие дела Значит Это очень Ненадежный Механизм Авторизации Он Обычно Скрывается Под всякими Этими самыми Дополнительными Наслоениями Но тем не менее Если у вас Вот этот X-Autority Недоступен Например Когда вы Ходите с машины На машину Вам нужно Его как-то Пересоздавать Ну например Дампить И потом Восстанавливать Вот Давайте мы Это уберем Вот Да уберем Значит Такие дела Значит Это Внезапно Появившаяся тема Не собиралась Про это Рассказывать Внезапно Появившаяся тема Относительно Того Каким образом Вообще Графическое приложение Коннекция К графическому серверу Кстати сказать X-Window System Собственно Графический Дисктоп В Линуксе Текущий Сейчас новый Делается Он более простой Называется Вейланд Так вот Текущий Графический Дисктоп Это клиент-серверное Приложение Сервером Является То что рисует А клиентом Является То что То на чем Рисует А Это сервер А клиентом Является То что хочет рисовать Ну как обычно Кто хочет клиент Кто может сервер Вот Соответственно Вообще говоря Клиент-серверная Архитектура X-Window System Позволяет Запускать Клиенты На одной машине А сервер Который все это Отрисовывает Имеет клавиатуру И мышь На другой машине Вот И там В 90-е годы Существовали Даже такие железяки Под названием X-терминалы Которые Ты подключаешь Его к сети У тебя Мышка Клавиатура Графический дисплей А он сам Подсоединяется Значит К удаленной машине Там Засасывает Оттуда Анонс X-сервера Подключается К нему И его Значит Вернее X-клиентов Да К серверу Там нет Сервер это вы И вот Приложенки Туда Подключаются Я не знаю Имеет ли смысл Показывать Как это делается Наверное Наверное Имеет Смотрите Вот 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 Эта машина Удаленная Да Допустим Допустим Я сейчас Зайду Сейчас Давайте Покажу Потому что Это тоже Интересно Хотя Уже Время Заканчивается Хотя Нет Еще Время Сейчас Я зайду Из Виртуалки На Машинку Которая Собственно Мой Дисктоп Рабочий По-моему Точка 2 Вот Понятное Дело Что Я запустить Программу Не могу Но Что мне нужно Сделать Мне нужно Во-первых Указать Где Находится X-server И за это Отвечает Как раз Переменный Дисплей Он Может Находиться На удаленной Машине Еще более удаленной Еще где-то Еще где-то В данном случае Он у меня Находится На той машине На которой Я сейчас По ССХ Зашел Вот здесь Он находится Значит Тогда можно Сказать Export Display Равняется 2.0 Это означает Что нулевой экран На нулевой машине По умолчанию На текущем Ну короче Самый ближний Из всех Обратите внимание Команду я Выдал На удаленной Машине Я зашел Вот отсюда А X-Term У меня запустился Вот здесь Вот Почему так Потому что У меня Есть X-Alf Господи Сколько тут Печенек Какая из них Правильно Я даже не знаю Но какая-то Подошла Вот это Я думаю Подошло Последнее Короче За время Работы На этой Машине Было Насоздано Дикое Количество Печенек Это Пароли К Приключению К разным К разным Вариантам X-Server И одна Из них Подошла Да То есть Поскольку Поскольку У меня есть X-Autority Файл Ну Прямо Тут Вот При этом Если бы У этого Пользователя Не было X-Autority Сейчас Я попробую Сделать Более Интересную Вещь Так У него Тоже Есть Какие-то Куки Но Они Очень Старые И Негодящиеся Я почти Уверен Что Если Я Сейчас Запущу X-Ter Ну Понятно Ни Одна Из них Не Подошла Почему? Ну Потому Что Эти Куки Они Как видите Это Случайное Число Были Сгирены Хрен Знает Когда Хрен Знает Для Чего Другим Другим Пользователям В другом Сеансе Весь Сеанс Давно Закончился Короче Говоря Они Невалидные Мне нужно Передать Вот этому Пользователю Пингвин Валидную Куку Я конечно Могу попробовать Ее просто Украсть Но Нет Вот Давайте Посмотрим Где Она На самом деле Лежит Тех С Большой Буквы Да но боюсь что мне туда не дадут заглянуть то есть что этот файл принадлежит только пользователю george не смогу из нее ничего импортировать но хорошо но зато я могу его экспортировать сделать так же как мы это сделали вот допустим так соус не экстракт ну допустим я думаю что вот этот я думаю что вот этот вот вот этому magic cookie в текстовом виде предпригодный а кстати его не обязательно даже копировать можно вот так сделать хотя так x out и мерз по моему вот он интересно когда смотрите я присоединился к другой машине украл ну не украл по договоренности с пользователем добыл его куку и запустил программу которая работает с с правами пользователя пингвин но которого подключается к графическому серверу пользователя george такие вот удивительные значит происшествия по передаче прав это был совершенно совершеннейшее ответвление от нашего разговора но как видите возможно и не лишнее потому что вот этот факт запускается значит x-приложение не запускается x-приложение да зависит от того может ли получить x-приложение доступ к вашему клиенту кстати сказать никак не слезу с этой темы хотя давно пора слезать кстати сказать если мы поменяем обратите внимание на то что актуальный актуальная кука основывается на имени хоста сейчас машинка называется base если я сейчас поменяю хост-нейм на этой машине у меня перестанут запускаться иксовые приложения показываю значит вот допустим x-term запускается говорю хост-нейм почему потому что у нас есть кука под названием base уникс 0 а куки base 2 уникс 0 у нас нету давайте вернем хост-нейм такие дела ну вот я вас запутал значит возвращаясь к теме суду суду конечно хорошая таблетка но у нее есть три недостатка первый главный недостаток суду состоит в том что у нее очень замороченный язык вот проектирование этой самой среды не среды а проектирование команд этих самых вот он довольно сложный неумелым редактированием файлы суду можно выдать права никому кому-то кому не хочешь на то на что не хочешь а значит и в общем никто и до конца ее код не аудировал традиционно у нас комьюнити не любят суду в рот ровно за это значит потому что вообще говоря правильным решением конечно же было бы не скажем так суду все еще остается инструментом запуска конкретной программы конкретным пользователем значит мы вот сейчас выдали пользователю юзер права на запуск гопортета вот конечно же хотелось бы иметь инструмент более гибкий который бы не права запуска программы выдавал а допустим права на выполнение какой-то системной команды и более того не просто права на выполнение какой-то системой команды а еще чтобы этот список команд был в общем отдельно чтобы тот кто выполняет эту команду ну скажем файл суидный да вот агент который выполняет это действие вообще по возможности не контролировался пользователем ну тот же mount например вот вы втыкаете флешечку в идеале конечно вы можете запустить mount но можно же так сделать что вы воткнули флешечку и mount запустил кто-то а вам просто об этом сообщили что вот мул флешечка смонтированы идите работать или допустим вы перезапускаете сервис имеете право перезапустить сервис не имеете на самом деле но вот системный администратор вам разрешил одно дело когда вы сами можете запустить ну систем ктл с управлением систем системной шины систем d и совсем другое дело когда вы запускаете систем ктл а потом кто-то где-то проверяет а вот конкретный перезапуск конкретного сервиса с помощью систем ктл конкретному пользователю разрешен или нет если разрешен то у вас эта программа отрабатывает а если нет то нет такие дела в общем нужен более гибкий механизм который бы позволял а передоверять пользователю выполнение некоторых действий с изменением прав бы сами выполнение этих действий возможно от пользователя отрывать по возможности чтобы это кто-то дело пользоваться только этим командовал вот и в иметь некоторую общую схему описания самих действий и правилам по которым эти действия выдаются ну тут уже пахнет целом api целом значит с программным интерфейсом вот такой программный интерфейс существует я сейчас думаю какой какой экранчик открыть давайте откроем вот этот экранчик называется он policy kit для краткости полкид вот и выглядит он следующим образом сейчас я найду картинку красивую у меня тут было было красивая картинка картинка красивая была ну была же она так дайте я сделаю погромче чтобы было видать значит смотрите это просто манпл кстати сказать это просто манпл кит вот все то же самое что мы сейчас прочтем вот здесь можно прочесть в мане вот самое смешное что в мане есть даже картинки вот они это картинки видите такие дела значит в чем смысл полкид это api для программ демон так называемый а где он вот тут вот полкид д вот который позволяет по запросу со стороны пользователя узнать во первых имеет ли право пользователь этот запрос выполнить и во вторых дернуть соответствующий соответствующий и во вторых выполнить этот запрос амм дернуть выполнить этот запрос при этом значит роли распределяются так есть аутентифика аутентификация агент который собственно занимается этим вот этими вот этими вопросами да вот вы говорите я хочу сделать то то вот и не просто говорить я хочу сделать то то а запускаете программу в которой есть поддержка полисе кит и это главное значит чем отличается полкид от предыдущих всех мною описанных случаев тем что программа должна быть скомпилирована с этим самым полкидом и вот вы значит запускаете свою программу она говорит так я хочу сделать то то отправляет запрос куда ну видимо на дебас куда же еще значит на дебасе сидит так называемый аутентификацион агент который спрашивает ща говорит он идет к полкиту и спрашивает другой полкит тут пользователь что то хочет сделать он может не может полкит говорит ща посмотрим смотрит файл под названием полисе где описаны собственно правила раздачи прав на выполнение отдельных действий отдельным категориям ну там процессов пользователей все вас а также на заплатке такие патчи к этому самому файлу которые называются рулис чем отличается полисе от рулис сейчас расскажу это довольно смешно вот проверяет их значит находит нужные соответствующие этому пользователю и этому и этому действию которые собираются быть выполнены проверяет их вот и если разрешено дергает соответствующий механизм который мы собирались дернуть и собственно исполняется исполняется нужное нужное действие вот соответственно если в какой-то из этих моментов будет принято решение что нет не имеет права он это делать то либо autification агент скажет что тут не то либо полкит скажет нет вот с такими правами с такими креденшалами за таким-то действием мы ходить не разрешаем и соответственно вот эта вот часть механизм не дернется обратите внимание что механизм дергается уже со стороны полкит D а не со стороны клиента клиент говорит я хочу вон то полкит решает можно или нельзя и соответственно дергается соответствующий механизм вот такие дела значит давайте мы вот что сделаем давайте мы попробуем запустить все тот же гопортет о вот это аутинюстикейшн агент давайте посмотрим что при этом творится в системе папное окошечко модальные окна ненавижу модальные окна значит что произошло я запустил гопортет но выяснилось гопортет понял что его запускает с правами обычного пользователя и вызвал таблетку которая называется пк экзек пк экзек это полкитовский аналог суду который выясняет имеет ли право такой-то человек сделать то-то то-то путем хождения к соответствующим правилам в полките вот запустил пк экзек запустил гопортет вот так а тут же запустился хелпер который собственно спрашивает вот вот это вот кажется он тут можно посмотреть что это за прогнозы что это за приложение ща секунду так ну про него видно что оно называется аутентифицировать как будто я этого не знал мне интересно какое приложение открыло это окошечко ну ладно значит собственно это и есть аутентифицирован агент вот вот я не знаю вот это он или нет ну видимо вот это давайте скажем отмену отменить да это был он вот соответственно поскольку мы сказали отменить нет суду это не аутентифицирован агент потому что суду не ходят к полкиту у суду свои собственные правила езжат в етц и они гораздо более жесткие чем полкит потому что сейчас мы увидим полкит позволяет описать практически любую ситуацию в жизни которую вы собираетесь предвидеть и которую собираетесь разрешить это отдельный и более гораздо более старый хотя в каком смысле чуть более надежный процесс потому что ну сейчас мы посмотрим потому что потому что для того чтобы получить аутентификацию через полкит нужно например задействовать дебаз нужно задействовать толкит д нужно задействовать соответствующие файлы ну такие дела так что нет суду это не аутентификацион агент ни разу что нам сказали реквест dismissed то есть аутентификацион агент нас сбросил нас сбросил со словами а мы типа ну решили передумать давайте по-другому давайте сюда введем пароль неправильный нет даже покивал смотрите вот значит окей dismissed значит почему опять dismissed потому что мы сейчас имели дело с аутентификацион агентом который попытался аутентифицироваться ему пришел отлуп от полкита что пароль неправильный и собственно дальше него дело не дошло ну и наконец если мы введем правильный пароль правильный пароль сказал о то все запускается и запускается на труда давайте это убедимся в этом э да нет просто а сейчас секунду так так ну и где он вся вся вот эта машинерия с аутентификационом агент вот 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 он гепартет собственно и запустился обратите внимание что гепартет это shell script который я так думаю где-то будет запускать этот самый pkx чёрт чертов вот он короче говоря это shell script который в числе прочего дернул pkx для того чтобы запустить так давайте из него выйдем из агента вот значит что при этом происходит у нас у нас у нас есть пакет который называется полкит в нем как уже видели есть pkx вот и в нем есть каталог который называется шаре полки д в котором лежат разнообразные правила рулизы по тому как у нас все работает ну давайте мы посмотрим посмотрим на эти рульзы ну вот скажем вот этот а нет слышите это 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 рульзы мы сначала экшены должны посмотреть извините вот у нас есть экшенс вот что такое экшенс экшенс это заявленные разными приложениями действия как видите хозяева этих экшенс это самые разные пакеты в основном систем d но не только кстати гопортет вот ну раз пошла речь за гопортетом давайте про него его экшенс и посмотрим орг гопортет нет гном да гном гопортет полисе вот и мы видим xml ну ладно xml так xml значит описание описание и единственное единственное что нужно тут написано так если человек аутентифицировался как администратор в любом случае то ему можно делать что ему можно делать вот этот экшен и ему можно запускать гуи вот значит соответственно этв соответственно чем так так вот все это все просто там же, там же этот самый, там же pkexec, поэтому ему нужно передать exec path, да, этому pkexecу со словами, вот это может, если человек аутентифицировался как админ, то вот это pkexec может запускать, и вот он, это можно запускать в GUI-режиме. Вот. И это, собственно, все описало. Давайте какой-нибудь другой посмотрим в полисе. pkexec.org.xfce.power. Вот. Это что касается прав пользователя, ну или кого-то, прав кого-то на, допустим, изменение backlight, изменение подсветки экрана в ноутбуке. Понятное дело, что изменение подсветки экрана в ноутбуке, с одной стороны, требует залезания в какие-то, значит, глубокие недра железа, что, в общем, пользователю в обычной операционной системе не дается. А с другой стороны, это вопрос исключительно пользовательский. Поэтому надо как-то разрешить это делать, вот. И, соответственно, вот, пожалуйста, мы, значит, анонсируем, что есть такой хелпер, который умеет залезать. И это тот, это тот самый, тот тот самый агент, которым мы управляем. Не агент, а как это называлось-то здесь? Ну-ка, 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 ну-ка. Механизм. Это тот самый механизм, которым мы управляем. Subject. Да? Значит, есть такой хелпер, который можно pkexec. Вот. А еще можно с помощью xfce.pm-хелпера засыпать компьютер или просыпать его. Если пользователь аутентифицирован как админ. Вот. А здесь чего? А здесь написаны немножко другие права. Смотрите. Не каждому неактивному пользователю нельзя. А вот активному пользователю, то есть тому пользователю, который в данный момент активен с сеансом, можно вне зависимости, как он аутентифицировал. Просто yes. И ему сразу все можно. То есть, тот пользователь, который в данный момент пользуется графической подсистемой, имеет право запускать этот хелпер просто так. Ну, он не сам его запускает, естественно, его запускает xfce, но неважно. А вот в случае админа, в случае аутентифицирован нужно спрашивать пароль. Обратите внимание также, что опять-таки, если пользователь неизвестный какой, пускай сначала аутентифицируется как админ. Если пользователь неактивный, пускай не пользуется десктопом, пускай аутентифицируется как админ. А вот если пользователь активный, то есть он в данный момент пользуется десктопом, то ему разрешают делать шандаун. вот, и это что касается полиси, это такой XML, который что-то там анонсирует кстати, есть ПК Action, который весь список показывает, вот все вот наш Power Backlight, который мы только что смотрели Shutdown Helper Power Managed Helper, вот это вот они этот самый Гапартет, который мы только что смотрели, ПК Action вот, а вот руизы, они устроены следующим образом это программа на JavaScript на JavaScript значит, люди, которые все это придумали, они использовали JavaScript в качестве языка программирования, безо всякого гуя, безо всякого броузера в операционной системе, как это, как сейчас модно говорить, задолго до того, как это стал мейнстрим вот, почему руизы, правила, написанные на JavaScript, они являются какими-то конфиг-файлами, ну, парсабл потому что, на самом деле эти правила могут быть довольно сложными ну, давайте посмотрим на простые правила значит, что здесь написано добавляется правило типа функции, у которой два параметра Action subject если Action Action то, что мы хотели это вот такая вот фигня что это за фигня это ситуация, когда мы с помощью Network Manager из сеанса пользователя перенастраиваем системную настройку это не Node.js сейчас скажу, что там там, там, конечно, там не ноду ну что вы не хватало еще ноду в операционную систему нести, о чем вы нет, нет, это какой-то другой интерпретатор JavaScript сейчас скажу, какой какой-то libmos.js то есть, это возможно, форк от 60-й Mozilla его JavaScript криптового объекта который, собственно, вот и используется такие дела значит да так вот, значит если Action, который мы собираемся выполнить это вот это а это я так вангую возможность модифицировать системное сетевое подключение из-под пользователя и пользователь принадлежит группе Will то можно не спрашивать о идентификации а прямо сразу возвращать ему Yes вот вам, пожалуйста, описание это, кстати, сказать судя по названию СН Simply Linux НМ это специфика конкретного дистрибутива Simply Linux чтобы он рассчитан представляется как десктопный дистрибутив для обычных пользователей ну скажем так однопользовательский поэтому, наверное вот этот пользователь который залогинился имеет право исправлять системное сетевое подключение вряд ли нужно это делать админ вот что у нас еще есть такое, что можно посмотреть в этих самых рульзах остальное вроде не очень интересно а, ну вот вот, кстати, с упайвером тем самым значит это возможность нажать на кнопочку power down или reboot или залогиниться со стороны пользователя который запускает входной экран приглашения помните там, где логин и пароль нужно ввести графический этот логин и пароль запускается с правами не суперпользователя не хватало еще графическое приложение запускать с правами суперпользователя но, тем не менее вот этому входному экрану нужна возможность во-первых выключить перезагрузить компьютер и так дальше что-то сделать а, во-вторых залогинить пользователя как это сделать если сам он не root очень просто через полкит мы говорим что если то, что хочет пользователь под именем ldm после того, как входной экран закончил нет пользователя с именем ldm так вот если пользователь вот этот самый подчеркни ldm вот ну, во-первых запишем влог что он тут что-то делает а, во-вторых проверим если он захотел воспользоваться сервисом login1 это самый обычный сервис который что-то там то ему разрешить или если он захотел дернуть сервис упавер что-то там то ему тоже разрешить значит после этого кнопки на входном экране там reboot и все остальное а также логин начинают работать значит смотрите что мы добиваемся мы добиваемся ситуации если приложение скомпилировано с полкетом или тупо дергает по кэгзе как мы видели в шелфскрипте и есть соответствующее правило в полкете и есть соответствующее действие в полкете да действие это xml такой а правило это такой кусочек джаваскрипта то через дебаз можно с полкетом связаться он проверит хорошо ли мы все сделали правильно ли и дернет соответствующую соответствующую как это тут написано subject вот механизм ну или соответственно не дернет если все не очень правильно я думаю что любому очевидно что это довольно ненадежная схема ну то есть как она конечно более-менее да но с точки зрения верификации с точки зрения подтвердить подтверждения так сказать надежности всего вот этого безобразия ну слушайте надежность интерпретатора джаваскрипта ну о чем вы вот то есть это такая штука которая скорее не про security а про нарушение security про раздачу различных удобных прав если ваша задача прямо противоположная не раздача удобных прав а отбирание неудобных прав то вам конечно полкет не годится вам нужно смотреть в сторону систем которые сейчас мы посмотрим вот вот вам нужно смотреть в сторону систем которые ограничивают возможность пользователя среди католах есть опармар c linux и разные другие разные другие инструментарии значит c linux это самый популярный на сегодняшний день в linux система это называется тут написано принудитель контроля доступа это правильно это правильное название но почему-то в российской документации это называется мандаторе да значит в российской документации почему-то называется мандатный контроль доступа хотя он конечно принудительный мандаторе это принудительный контроль доступа кто-то плохо перевел 30 лет назад значит который выглядит следующим образом что у нас сначала проверяется наши обычные права А потом мы лезем в ядро, где в скомпилированном виде существует в ядре Linux, существуют специальные правила, соответствующие требованиям описания безопасности, в частности Orange Book американского, соответствующие требованиям правил описания безопасности, которые определяют какие-то классы пользователей, какие-то категории секретности, какие-то уровни этой самой секретности, на которой в данный момент что-то находится. И в зависимости от того, как тот объект, к которому хотите иметь доступ, сам доступ, категория пользователей, его уровень, пятна на Луне, рост фоналных столбов в этом свете, все остальное сложились, либо выдает право доступа этого, либо, соответственно, его не выдает. Фактически, в русском переводе слово «мандатный право доступа» означает немножко другое, но в принципе более-менее то же самое, что у вас есть какие-то твердые, доказуемые, надежные с точки зрения анализа по безопасности правила, которые невозможно фальсифицировать, скорее всего зашитые в ядро, на основании которых, помимо обычного доступа, который мы можем назначить в виде атрибутов файлов, на основании которых вам, собственно, и выдается это самое право, вот. Ну и, в общем, вот. Я не готов сейчас больше рассказывать, скажу еще раз, что это системы дополнительных ограничений, используются во всяких сертифицированных решениях, во всяких военных, околовоенных, банковских и вот всех остальных. Помимо этого, есть еще несколько популярных других, ну, например, Апармар, который развивается в Убунте, вот. Вот такая же примерно штука. Например, GR Security, это отдельная такая тема, которая связана с защитой памяти и всего остального. А что это такое, я даже смотреть не буду. Все, слушайте, я выжрал все время. Значит, такая картина, значит, пример управления этим самым полисекитом покажу тогда в следующий раз. Вот. Поскольку вопросов больше нету, то, видимо, тогда на этом и все. Субтитры сделал DimaTorzok